Я думаю, что сейчас можно начинать. Я очень рада, особенно рада, что, несмотря на дождь, нам сегодня вечером удалось встретиться на этом замечательном вечере. Вечер, где, как вы видите, мы будем говорить о Сергееве Фуделе. И то название, которое мы выбрали для этого вечера, это одна из его фраз. Одно его выражение – «Учить людей нельзя, их надо конец». Это очень актуально, это очень христианское выражение, как мне кажется. Мы будем говорить также о книге, а также вообще о его личности. И я думала, что именно от этого, от его личности, мы можем начинать. Но наши гости сегодня вечером, которые нам будут помогать как-то войти в его историю, в его свидетельство – это, прежде всего, про теории Николай Балашов, который, кроме всего остального, является эксперт, ученый. У него очень важная публикация, которую мы можем хвастать, что это было сделано совместно с нашим культурным центром. То есть проблема реформы литургии в контексте поместного собора 17-го и 17-го года. И он является также куратор целой серии книг о теме именно собора – Даниил Черепанов, который является молодым ученым и редактором этой книги, которую мы презентуем сегодня вечером. А также у нас будет, и с нами будет выступать отец Дмитрий Черепанов, который является настоятельной церкви Воскресения Христова под покровом, и который тоже может очень много рассказывать именно о Футеле и вокруг Футеля. Итак, я бы хотела сразу задавать вопрос, может быть, Данилу? В двух словах, как характеризовать личность самого Сергея Иосифовича? Спасибо, Джованна, это очень хороший вопрос. Как характеризовать личность Сергея Иосифовича, человеку, который никогда не имел чести лично быть у него? Сергея Иосифович для меня человек, с которым произошла вполне реальная личная встреча не через книги, а через веру и через церковь. И по мере того, как появлялось в моей жизни то и другое, через людей, которые видели Сергея Иосифовича, которые застали еще церковь советского времени, времени эпохи гонений, появлялось и общение с Сергеем Иосифовичем. Несмотря на то, что ни одно из произведений Сергея Иосифовича Фуделя не было издано в нашей стране при его жизни, при его жизни, правда, в Париже появилась под прозрачным псевдонимом Ф. Уделов публикация его книги об отце Павле Флоренском, а также в вестнике русского студенческого христианского движения, видите, много слишком звука будет фонить, появились некоторые отдельные отрывки из его произведения. Вот так лучше. Но в машинописных перепечатках, в так называемом сам издате, это тогда было выражение всем известное, а теперь уже, видимо, нуждающееся в комментариях, книги, которые можно читать, делились на сам издат и там издат. Вот там издат – это была книжечка Ф. Уделова, а сам издат – это были, на самом деле, целые пять книжек сочинений Сергея Иосифовича Фуделя, которые он подготовил к незадолго, рукописи, которых он подготовил, собрал вместе незадолго до своей смерти, передал, сделал машинописную перепечатку и раздал нескольким своим друзьям, каждый из которых был уверен, что является единственным хранителем этого наследства. Вот один из таких комплектов оказался мне доступен благодаря московским друзьям из прихода храма святителя Николая в Кузнецах, где при жизни бывал Сергей Иосифович Фудель. Я прочёл на самом деле все эти тексты вскоре после его смерти и тогда стал горько сожалеть, что на самом деле меня кто-то приглашал к нему съездить, пока он был живой, но сказал, что старик такой особенный и с первого раза обычно ни о чём интересном не говорит, и с ним надо провести много времени, чтобы он начал, что он поверил и начал что-нибудь рассказывать. Я подумал, что поездка очень далёкая, результат далеко не очевидный и не поехал никуда. Потом жарел, конечно. И вот я начал тогда читать эти книги, и это было, в общем, как раз в начале моего какого-то пути вхождения в жизнь церкви. Я их прочитал, и они мне все понравились, я их прочитал как-то прям залпом одну за другой, заканчивал, говорю, а ещё есть. Всё, что нашлось, я прочитал. Тогда это было вскоре после смерти Фуделя, где-то в конце 70-х годов. И я их прочитал, я отложил как-то в сторону, вернул хозяину этих текстов. А потом, когда случилось, что меня попросили помочь в издании корпуса сочинения Сергея Иосифовича, я с удовольствием откликнулся, потому что помнил его тексты. Но вместе с тем, когда я вновь начал их подряд перечитывать, я вдруг понял, до какой степени моё восприятие в церкви, моё знание её истории в 20 веке, мой опыт преодоления соблазнов и искушений, связанных с тем, что в церкви нам порой что-то не нравится. Это и кажется чуждым даже. То, что Сергей Иосифович называл тёмным двойником церкви. Вот до какой степени всё это обусловлено чтением работ Фуделя на начальном этапе моей церковной жизни. И с огромной благодарностью за то, что я пронёс через многие годы в сердце, с огромной благодарностью автору, я вот включился в эту работу. Результатом её стал трёхтомник произведения Сергея Фуделя, который был выпущен издательством «Русский путь» с 2001 по 2005 год. В состав первого тома этого собрания входили все письма Фуделя, которые нам были доступны к этому времени. Работу над подготовкой их к изданию занималась прежде всего Людмила Ивановна Сараскина, доктор филологии, всемирно известный специалист по творчеству Достоевского прежде всего, ну а теперь, кажется, и Солженицына, которым она написала несколько книг. И Фуделем она была увлечена, потому что покойный Никита Алексеевич Струве предложил ей подготовить к изданию рукопись работы Фуделя «Наследство Достоевского». А вот так она, как ведущий специалист по Достоевскому, оказалась включена в работу над этой книгой. Она в процессе задавала мне какие-то вопросы, которые касались церковного измерения этого текста и каких-то церковных реалий, которые там упоминались. И вот из всего этого выросло наше дальнейшее сотрудничество в подготовке к изданию писем и трёхтомника в целом. Вот. И что сказать дальше? Письма Фуделя впервые начали публиковаться в журнале «Новая Европа», который издаётся движением «Руссия-крестиана» или издавался, теперь же, наверное, не... Издаётся сейчас как портал онлайн. Ага, да. Ну вот тогда это было такое бумажное издание, которое выходило на двух языках, печаталось в Милане, а русский тираж печатался, я не знаю, там же или в Москве? Здесь, в Москве. Здесь, в Москве, да. Вот в 1993 году в двух номерах «Новой Европы» были опубликованы отрывки из писем Фуделя к сыну, которые их адресат, Николай Сергеевич Фудель, писавший исторические романы под псевдонимом Николай Плотников, вот передал редакции. И таким образом, собственно, кажется, и публикация произведений Фуделя началась с этого, или уже раньше в «Новом мире» появились воспоминания. Я сейчас не помню, Джованна. Если вы не помните меня. Да, ну, мне кажется, что весьма вероятно, что вот эти публикации «Новой Европы» были вообще... Первой ласточкой. Были первой ласточкой публикации, действительно. Вот давайте посмотрим, что там Данил Дмитриевич говорит. Здесь задняя замечательная библиография. Наша библиография, которая есть в конце. Мне кажется, что чуть ли не самые первые это были публикации тогда. Вот самое первое, получается, это воспоминания о светлой памяти в 77-м году в Вестнике русского христианского движения. А вторая, 93-го года, в Новой Европе. А потом наш современник сразу. Вот так, да. Вот с Новой Европы всё на самом деле начался. Путь к изданию произведений Сергея Иосифовича Фуделя в России. Я должен поправить картинку, которую вы видите на экране. На самом деле, простите, Джованна Сергея Иосифовича родился в 1900 году. Правда, самый последний день этого года. 31 декабря. И, конечно, если судить по новому стилю, то это оказывается уже в 1900... В Европе в это время был уже 1901 год, а в России всё ещё 1900. Поэтому Сергей Иосифович любил о себе говорить, что он ровесник века. Ещё один вопрос. Ну, поскольку вы говорите трёхтонных, Достоевский и так далее. Но всё-таки как-то жизнь Сергея Иосифовича прошла между тюрьмами, сынками. Он должен был работать за бухгалтером. У него вообще нет никаких денег, невозможно посетить билетсеки. Почему он так старался писать? Откуда его тяга к богословию? У него не было никакая подготовка профессиональная. А что это тогда? Ну, Серёжа Фудель, на самом деле, проучился в Московском университете всего один год. На историко-филологическом факультете тогда назывался Первый Московский государственный университет. Потом его призвали на военную службу. Потом он был зачислен слушателем высшей военно-педагогической школы. Он искал себе работу после смерти своего отца, который скончался в 1918 году. Он искал работу, то в санитарном поезде работал, то был даже дипломатическим курьером наркомата иностранных дел. И в этом качестве ездил в Персию. Нам удалось найти этому подтверждение в архиве МИДа, в историко-документальном департаменте. Нам выдали соответствующую копию. Но вскоре он был арестован, как совсем еще молоденьким курсантом высшей военно-педагогической школы, за распространение нелегальных листовок. Листовки содержали в себе послание митрополита Агафангела Преображенского к верным чадам Русской Православной Церкви. Это потому, что митрополит Агафангел в этот момент временно стоял во главе Русской Церкви в связи с арестом патриарха Тихона. Патриарх Тихон был в тюрьме уже, даже уже не под домашним арестом. Агафангел издал это послание, и вскоре его тоже арестовали. И послание заключалось в себе призыв к непризнанию поддерживавшейся советской властью обновленческого раскола, к непризнанию раскольников-обновленцев. И оно было отпечатано в типографии, неизвестно в какой, там ничего не указано. И пачку таких посланий нашли по доносу, конечно, какого-то человека. Нашли в арбатской квартире Фуделя. И был арестован он и его сестра Мария. И вот так начался его путь по тюрьмам. И всё его образование дальнейшего университета были вот три сидения в Бутырской, Таганской и внутренней тюрьме в ОЧК на Лубянке. Но до этого он ещё мальчиком ходил на собрания религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьёва. Он дружил с Сергеем Николаевичем Дурылиным, который был одно время секретарём этого общества. Он был на собраниях кружка, ищущих духовного просвещения в духе православной церкви. Это другого рода, так сказать, более консервативное сообщество, близкое к братству святителей московских, в которое входили Михаил Новосёлов, Лев Тихомиров и друзья отца Йосифа Фуделя вот с этой стороны. В каком-то отношении к этому братству состоял также отец Павел Флоренский, в доме которого Серёжа Фудель бывал многократно и которого считал одним из своих учителей. Он бывал в Власевском переулке у дома у Бердяева на журфиксах, которые тот проводил в то время. Он помнил там Марину Цветаеву, Андрея Белого и Вячеслава Иванова. И это всё составляло круг его знакомств. Он был очень интересный человек. А с другой стороны, он был близок к старцам Оптяной и Зосимовой пустыни. Папа с детства возил его по монастырям. И вот эта прививка какого-то строя монашеской жизни на всю жизнь осталась с ним. И была вот такой второй, что ли, струёй, которая наряду с миром разнообразной русской культуры и русского искания Бога была вот такой тоже составляла прочную часть основы его какого-то духовного фундамента. И между ними было определённое напряжение. Но он, пройдя через этот путь, он считал, что напрасно его учитель Дурылин сломался от мысли, что нельзя на одной полке держать Пушкина и Макария Великого. У Фуделя на самом деле и на полке, и в душе всё умещалось. Поэтому это очень яркий человек, который вместе с тем очень смиренно относился к себе и считал, может быть, в себе интересным только то, что он лично знал многих святых людей, в святости которых он нисколько не сомнил. Кстати, они почти все теперь в наших святцах, действительно. Они все перешли туда. Но он их знал задолго, так сказать, до их канонизации, святости их для него была очевидной. И вот он видел, что ли, свою миссию в том, чтобы этот опыт дружбы со святыми людьми донести до тех, кто, как он в одном месте писал, с некоторым удивлением, может быть, никогда не видел святых. Он это видел много раз, и для него это было совершенно привычное зрелище. И в тюрьмах, и в ссылках, и в самых разных местах. И он как-то хотел поделиться этим опытом познания церкви. Одна из его работ так и называется – «Опыт познания церкви». Это книга о Флоренском на самом деле. Но опыт познания церкви – это было что-то его бесконечно дорогое, что он носил в себе, и чем он хотел поделиться с молодыми читателями. Поэтому он когда-то начал писать для своей семьи фактически, для какого-то ближайшего окружения. А потом, к концу его жизни, когда он вдруг увидел молодых людей, приходящих в церковь, это для него был большой источник вдохновения. Он вдруг почувствовал, что, наверное, действительно, они есть вот эти люди, которым нужно будет то, что он старательно записывал. Потом он был, конечно, убеждён, что путь духовной жизни христианина, что он возможен только на прочном основании святоотеческой традиции. Он был человеком очень начитанным в отцах. И он тоже как-то хотел поделиться этим опытом, но вместе с тем он понимал, что человеку, живущему в совершенно других условиях безбожной советской России, что ему нужно как-то научиться видеть и понимать, что у отцов сегодня для нынешнего человека по-настоящему важно. И вот желая как-то поделиться этим опытом и представить в кратком изложении святоотеческую аскетику, применимую к жизни в XX веке, вот он написал книгу «Путь отцов». Да. Ну, я, кажется, уже заговорился, Джо Ванна. Нет, вы прекрасны. Вы прекрасны. Это очень важно. Знаете, просто у Папы Франциска есть такое выражение «святые соседнего подъезда». Можно так перевести. И Санте де ла Порто Канто по-итальянски. И пока вы рассказывали, я именно об этом думала. То есть человек, жизнь которого в роду бы как-то не состоялась, потому что на самом деле он прошел очень многие годы в тюрьмах, в сырках. Его семья, скажем, в течение этого жизни у него как-то он женились, родились трое детей. Жена должна была их поддерживать, пока его не было. То есть очень много трудностей, очень много разлук от семьи. Но всё-таки такая жизнь, как вы о нём рассказывали сейчас, это жизнь, которая на самом деле процветала. И сегодня, может быть, как-то вокруг этого, скажем, правдника, можно сказать, о нём правдника, наверное. Я думаю, конечно, да. Но, в общем, если кто-то не видел святых, почитайте в уделе, вам будет полезно. Давайте сейчас рассказываем немножко о книге, раз есть проблемы читать. Кстати, у нас здесь будут и книга. Вот эта, которую сегодня презентуем, а также его отдельные книжки, о которой как раз Отец Николаевич сейчас говорит. Если можно, несколько слов о книге. Вот этот том, довольно объёмный он получился, существенно превосходит тот первый том трёхтомника, о котором Отец Николай говорил. Общий объём его возрос, наверное, процентов на 50. Правда, далеко не все эти новые здесь собранные письма, действительно новые. И некоторые из них были опубликованы в журналах или ещё где-то, но до сих пор под одной обложкой их не было. А довольно существенная часть, около 60 писем, это письма совершенно новые, которые никогда раньше не опубликовались, они были найдены. Это очень интересное чтение для тех, кто Фуделя знает, и для тех, кто с ним знакомится впервые. Через эти письма можно, так сказать, прикоснуться к бытовой в основном ткани его жизни. Книги Сергеевича всячески можно рекомендовать. Он никогда не пытался в письмах их дополнить, расширить, сообщить, что сверх того. Но вот человеку, который всерьёз пытается жить в соответствии с тем церковным учением, с тем идеалом святости, который есть в письмах Сергеевича, эти письма дают материал. Они дают материал для защиты от мысли, эта мысль очень простая, она преследует всех. Меня преследует обстоятельствам. Как сказал герой одного классика, я мог бы быть Достоевским, мог бы быть Шопенгауэром. Сергеевич цитирует надгробное слово отца Алексея Мечёва, где сказано, каждый из нас мог светить, как единый бессмертный, и не светил. Вот мысль Фуделя в том, что обстоятельства не мешают это сделать, мешают сделать только отсутствие воли человеческой. Поэтому советует он сыну, например, драму Ипсена Брандт. Говорят, ты неправильно понял Ипсена. Он не развенчивает своего героя, а очищает его, показывая, что человеческая воля для святости необходима, хотя ей не исчерпывается. Бог есть деус каритати, слышит герой Ипсена. Бог есть Бог милости. Вот эту благодать Фудель учил искать, она сама не дается. Царство небесное силою берется. Так будет звучать по-русски то место, которое регулярно вспоминают по церковно-славянски. Употребляющие усилия восхищают его. В этой книге, помимо писем, как вы можете обнаружить, есть еще один важный, интересный и ценный по своему раздел. Это стихи Сергея Васильевича. Они не вынесены на внешнюю обложку, у них сказано внутри. Эти стихи Сергеевич никогда не предполагал для публикации. В одном из его писем, он из записок, сказано так. «Дамы когда-то восторгались моими стихами». Даже моими стихами. Даже моими стихами. Ну и где теперь эти стихи, даже где теперь эти дамы. Но хотя он относился к себе с иронией, в качестве некого документа, он эти стихи тщательно хранил и переписывал, потому что в них тоже, как и в воспоминаниях, выражен определенный опыт общения с людьми. Это всегда стихи о других людях. Не о себе, не о своих чувствах, а о опыте общения с другими церковными людьми. Эти стихи снабжены комментарием, потому что без него трудно бывает понять, что же именно скрыто за этими стихами. Даже и с комментарием. А многим приходится догадываться. Но для человека, который сохранил еще умение читать между строк, они очень много дают. Я надеюсь, что благодаря вот этому очень представительному, самому полному на сегодняшний день собранию писем, стихов, того, что Фудль сам захотел в каком-то смысле оставить от своего быта, вырисовывается живой облик этого человека. Хотя я снова и снова говорю, что без его книг главных, без того, что он хотел, собственно, сказать внешнему миру, облик этот будет неполным. Призываю книги эти, если вы еще не держали в руках, взять в руки, вдруг это ваш автор. Я всегда помню, всегда помню, с чего началось длинное путешествие к этой книге. Началось оно с того, что лет 16, наверное, мне отец Дмитрий дал еще совсем не научную, не академически изданную книгу, почти сам издатовскую, у стен церкви. Я помню, какое необычайно она произвела впечатление. Вот людям, которые хотят разобраться в духовной жизни, в истории, в том числе истории церковной, я Фудльев всячески рекомендую. Он помогает внести ясность, которую человеку очень недостает. Спасибо. Спасибо, Грун. А вот я хотел, я готов уточнить, в первом издании было 194 письма, в новом – 293. 73 публикуются впервые, а 26 были опубликованы до того, как они вошли в это собрание. А произошло это, когда мы издали первый том с письмами, то нашлись ещё люди, которые сказали, а у меня тоже есть. А будущий отец Владимир Воробьёв, который сказал, у меня точно есть, но они на дне какой-то коробки, которая при наших переездах, в общем, теперь мы не знаем, в какой они коробке, это нужен целый подвиг, чтобы это всё теперь разобрать. Я не знаю, успею ли я это сделать при моей жизни. Но в результате длительного и упорного воздействия отец Владимир наконец расперерыл коробки и достал все письма Фуделя. И таким образом большой корпус переписки Фуделя с семьёй Воробьёвых оказался включён сюда. Дело в том, что отец Владимир Николаевич Воробьёв-старший, дедушка нынешнего ректора православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и настоятеля храма Николы, нынешнего настоятеля храма Николы в Кузнецах, он, дедушка, был настоятелем храма Николы в Плотниках на Арбате, где отец Иосиф Фудель, родитель Сергея Иосифовича, настоятельствовал до своей кончины. А после его смерти настоятельствовал отец отец Владимир Воробьёв и был арбатским благочинным, и жил в том же доме, где жила семья Фуделя. Их квартиры были на одной лестничной площадке. Поэтому они были... Серёжа был со всеми ними знакомы с детских, ещё юношеских лет. Это было такое знакомство, которое протянулось целую жизнь. Вот такой состав этого замечательного томика. Плюс есть ещё очень интересные предисловия отца Николая. И Людмилы Ивановны Сараскиной. Где просто рассказывается об этой истории. Отец Николая и Людмила Сараскина авторы также книг, монографии о Фуделе. Которая вышла сначала на итальянском языке, потому что никто в России почему-то не поинтересовался тем, чтобы нам предложить написать такую... Не было заказчика на такую биографию. Но потом русские тоже заметили. И русский мир, несмотря на то, что мы с Людмилой Ивановной как-то намекали, что, в общем, можно было бы не проявил к этому интереса. А вот Духовная библиотека и Ля Каза Дематриона заинтересовались и попросили нас написать такую биографию. Она была сначала написана для итальянского читателя и вышла с приложением избранных сочинений Сергея Васильевича Фуделя в переводе на итальянский язык Джованне Провичини под названием «Письма из-за 101-го километра». Да? Я ничего не путаю? Да. Вот, видите? А потом появилось издание и для русского читателя. Но, правда, надо признаться, что оно было существенно переработано и обогащено, потому что в промежуток между итальянским и русским изданием вошло время, проведённое мною в архивах, в Центральном архиве Федеральной службы безопасности. Вот, где мне выдали архивно-следственные дела Сергея Васильевича Фуделя и его сестры Марии Иосифовны Фудель. Вот, и документы из этих личных дел позволили очень существенно обогатить, конечно, биографию Сергея Васильевича, узнать о нём, узнать много нового. Хорошо. Спасибо вам большое. И тогда, чтобы ещё как-то познакомиться, продолжить наше знакомство с Сергеем Фуделем, мы попросили два молодых актёра, будут Борис Луценко и Ксения Шевербина, которые будут читать некоторые отрывки из воспоминаний, из писем. Мы как-то тематически немножко распределили это наше чтение. Первый раздел будет как раз раздел «Как Сергей Иосифович воспринял арест». Молодой человек, 22 года, вдруг прекрасным утром июня, месяца, его арестуют. Но чудесным образом, удивительным образом, скажем так, это событие не только с каждой репрессией, но это начало новой жизни, как мы будем слушать. Я понимал, что к прежней жизни я просто не смею вернуться, выйдя отсюда. И мне казалось, что мне легко это будет сделать. Дверь камеры была заперта, но во мне внутри ощутимо открылась тогда какая-то дверь, и я выходил через нее на большую и радостную дорогу. Особенно часто читал он в камере внутренней тюрьмы шестую главу Евангелия от Марка о том, как Христос призвал учеников, дал им власть над нечистыми духами и заповедовал им ничего не брать в дорогу, в дорогу, кроме одного пояса. Ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе. Через ткань этих слов ему все яснее чувствовалось, что при любви ко Христу нельзя служить двум господам, что душа должна сделать выбор. И таким простым тогда казался мне этот выбор, душа так легко уже шла по дорогам и проселкам галилейским, ища даже не учения, а только зримый образ учителя и Бога. Письмо Сергею Николаевичу Дурылину 1-е 14-е сентября 1923-го года Усть-Цесольск Перед глазами все время стоит образ какой-то дороги, пути, а в ушах все время звучит голос, не то тревоги, не то радости, как бесплотные стручки отпадают сомнения, отходит туман нерешительности, усыхает в душе сладость мира. Все упрощается в ней упрощением истины, и для истины, для всецелого погружения в нее, в церковь, для безоговорочного отдания себя ей со всею мыслью, словом, желанием, вкусом, трудом, волей. Письмо Сергею Николаевичу Дурылину 19-е сентября 1924-го года Княж Погост Вокруг меня Пушкин, бухгалтерия английский, впервые за свою жизнь дышу полной грудью, впервые за свою жизнь начинаю эту жизнь понимать, или не понимать, но любить такой любовью, которая дает силы и радость. Кляжу на эти цифры и счета и радуюсь самой лирической радостью, читаю Пушкина и начинает казаться, что старая няня рассказывает мне свои тихие сказки, вижу, как холодная замкнутость английских фраз замораживает разливанное море блоковских настроений. И могу ли я не радоваться? Ну, вот, конечно, назвать тюрьму освобождением это очень незаурядное высказывание. Тем более, что арест был достаточно продолжительным. И это правда, что, конечно, в Вятской тюрьме и затем в Зырянской ссылке Сергей Иосифович имел хорошее общество. Конечно, вот он там познакомился с митрополитом Кириллом Смирновым, одним из местоблюстителей патриаршего престола, назначенных патриархом Тихоном, выдающийся иерарх святой жизни человек, с владыкой Фадеем Успенским, с владыкой Афанасием Сахаровым познакомился тогда и подружился на всю жизнь, с владыкой Николаем Добронравовым. Там же в Зырянской ссылке состоялось его венчание. Митрополит Кирилл должен был его венчать, но его за несколько дней до этого перевели на отбывать ссылку в другое место. Но там три архиереи присутствовали в тесной комнатке, в которой происходило это венчание. Но вместе с тем, конечно, это, как любой первый арест, это был очень ошарашивающий, ошеломляющий опыт жизни. Но у Сережи Фузеля было ощущение такое, что вот теперь, когда он волей Божией оказался чем-то вроде исповедника, что это конец шатанием и болтанием, потому что его с одной стороны в монастырь тянуло, с другой стороны жениться хотелось, с третьей стороны ему было интересно на всевозможных богемных тусовках и собраниях творческой интеллигенции того времени, их поиски, их разговоры, их споры, их страсти тоже были ему очень интересны. А вместе с тем вот он вспоминал выдающихся духовных людей, руководством которых он как-то мог уже в это время в жизни пользоваться. какая-то юношеская такая неопределённость в нём утомляла его самого. Вот ему казалось, что в тюрьму попал, но теперь всему лишнему конец, теперь остаётся только путь Христов, и наконец-то всё стало совершенно ясно. Дорога, по которой надо идти, теперь точно одна. Вот такой был жизненный опыт у этого человека. Ну, а княж погос сначала они попали за время заключения он был на Лубянке во внутренней тюрьме, на Таганке и в Утырке. Это вот первый же его арест. А потом начался этап. Рождество Христово 1923 года он встречал в Вятке. Оттуда они попали в Усть Сыцельска. Это Сыктывкар нынешний. И там было блестящее общество церковное, которое тогда в то время собралось. А потом его перевели дальше в глухое совершенно село Княжпогос, из которого написано его второе письмо Дурылина про Пушкина и английский, и бухгалтерию, которую он там пытался заработать на жизнь. А жена его, с которой он обвенчался в Усть-Сыцельске, она вернулась в Москву, потому что была беременна. И вот в Москве уже родила их первого сына Николая, который стал потом писателем. Давайте дальше читать. Второй раздель это как раз как они с женой решили венчаться и как вот здесь мне кажется, что можно будет говорить о святости семьи, потому что люди, которые так в разлуке, скажем, прошли свою жизнь и одновременно являются примером глубокого супружеского христианского единения, дружбы. послушаем. Мария Сергеевна Желновакова «Воспоминания о матери» «Наш современник» 1996 На этапе к месту ссылки Фуделя ждал сюрприз. Знакомая Софья Истомина передала ему от невесты из Москвы маленький образок Божьей Матери от рады и утешения. Невеста Вера Максимовна Сытина не оставляла заботами своего жениха и в бутырках. Посылала длинные письма, книги, продуктовые передачи. Вера, которую известие о его аресте застала в Оптиной пустыне, спешно вернулась в Москву и спросила у своей матери, как быть дальше. И та ответила, он был тебе хорош, когда все было в порядке. Что же изменилось теперь? Письмо Сергея Фуделя сыну Николаю 23 ноября 1962 года Покров Мы здесь уже 9 дней без письма от вас. Не столько беспокойно, сколько досадно, так как хочется все теснее жить друг к другу, помогать, печалиться и радоваться вместе. Мы с мамой живем хорошо. Мне стыдно перед вами, что я временно ее от вас отнял. За это время мы с мамой стали еще ближе друг к другу. Скажу тебе, в конце пути близость особенно радостна. Ею оправдывается вся предыдущая жизнь, освещается ее смыслом. Дай тебе Бог того же. Жаль, что у тебя с Машей нет достаточной дружбы и доверия. Вам обоим это нужно. Ты говоришь, что сам испортил все какими-то нравоучениями. Конечно, учить людей нельзя. Их надо кормить физически и душевно. Письмо Сергея Фуделя и дружиней и дружиней и дружиней вере. Третье мая 1949 год. Село Большой Улуй. Вы написали мне такое хорошее пасхальное письмо, что я не мог не отблагодарить за него вас в телеграмму. Получила ли ты ее? За последнее время мы точно все стали ближе и дороже друг к другу. Или мне это кажется? Думаю, что не кажется. Радуюсь, что ты с Машей ходила в Лавру и накануне была в Великую Субботу. Никогда жизнь не ощущается так сильно, так радостно, так благодатно, как в эти часы памяти смерти Божией и покоя его, отдел его. Я хочу одно только. Быть именно с тобой в этой жизни и в этом покое. Наша с тобой жизнь уже давно перешла через свою половину и сейчас дорога идет вниз с горы и к концу. Потому-то так хочется быть душой вместе. Потому-то так хочется все меньше говорить, а больше слушать вместе жизнь Божию. Препятствий много, но возможность всегда есть. У меня Пасха была одинокая, трудная, тяжелее, чем в прошлом году. но в Великую Субботу, точно зная, что и ты будешь, я был заобедней и так хорошо было, и у меня был покой. Значит, мы вместе были. у них была в общем очень несчастливая жизнь, по-человечески говоря. Они мало были вместе. Когда была его долгая последняя сибирская ссылка в Красноярском крае. Он, конечно, очень хотел, чтобы Вера к нему приехала. Это было возможно. Но для этого нужно было много денег, которых совершенно не было. Работа, его заработок в ссылке, хотя он там одно время на трех работах работал. Был очень маленький, он очень мало что мог посылать домой, на самом деле. Посылал, но этого явно не хватало. Ехать это надо было ну, как-то оторваться от дома, от быта, от заботы о богороде, от домашних животных, от всего то, чем Вера Максимовна должна была заниматься. и это непонятно было, с кем оставить детей. В общем, всё это было очень сложно, и поэтому он считал, что таких жертв приносить не надо. И, конечно, ему очень хотелось этого в глубине души, но он не смел об этом даже говорить. И они не увиделись во время сибирской ссылки. А потом она кончилась, и он нигде не мог поселиться. он приехал на несколько дней домой в Загорск, где жила его семья в это время. И его там, конечно, не могли прописать, потому что это в пределах 100-километровой зоны вокруг Москвы. Из бывших зэков там не прописывали. и в Александрове даже, который уже за сотым километров, его тоже отказались прописать. А без прописки его могли в любой момент привлечь заново к ответственности. И после нескольких ночей, которые потихоньку провел дома, соседка, у которой муж работал в милиции, предупредила, что милиция уже знают, что он вернулся, поэтому надо срочно уносить ноги, пока за ним не пришли, пока его не арестовали за нарушение паспортного режима. Это была реальность того времени. Им долго не удавалось никак устроиться жить вместе. Когда они до его последнего ареста жили сравнительно непродолжительное время вместе в Загорске, после пожара новопостроенного дома, после того, как новый дом еще раз был построен, там был такой Ноев ковчег, там все время жили какие-то изгнанные из монастырей монашки, какие-то просто старухи из бывших, какие-то беглые батюшки, которые нигде не служили, потому что они не поминали митрополита Сергия, они были из непоминающих, они были бесприходные, они не имели права нигде служить, они служили на чердаках, и вот они служили в доме уфуделей, и службы эти там правились шепотом, чтобы соседи не 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 донесли, а у него жили священники, которые были лишены всего, в том числе и средств пропитания, и семья их кормила, и содержала, и они никогда там не жили в этом доме своей семьей, там все время был какой-то вот мой в ковчег из самых разнообразных гонимых преследуемых людей, которые там находили свое пристанище, и вот что к на старости лет в Покрове что-то наладилось, да и тут было нескладно, потому что Вере Максимовне все время приходилось уезжать в Москву, потому что надо было заботиться о детях, потому что были какие-то опять бесхозные старики и старухи, которые в которой были в худшем положении, чем ее муж, и она за ними ухаживала, и это воспринималось как норма жизни. Вот такая вот у них была жизнь, и на самом деле в ней была какая-то глубокая общая преданность и в общем, конечно, счастье. Да, простите. Спасибо. Нет, спасибо большое. И это уже как-то наш вводит в следующий раздел, где будут именно воспоминания о так, о как там сложились то в тюрьме, то дома, то в этих условиях, от которых вы немножко уже отговали. Из воспоминаний. Не истина, не красота не разрываются в вере, но всякая искра света на темных тропинках мира воспринимается ею как отцвет все того же великого света, у престола которого она непрестанно стоит. Человек полной веры, наверное, ничем не жертвует, отходя от мира с тайным вздохом о своей жертве, так как наоборот, он все приобретает. Он становится теперь у самых истоков музыки, слова и красок. Из воспоминаний. Тюрьма это прежде всего школа общения с людьми. Конечно, можно и голову ломать в этой принудительной школе, но если Бог поможет, то в сердце останется только скорбь о человеке, начало любви к нему. Один современный ученый как-то сказал мне, что из всей его жизни только один поступок кажется ему действительно значимым. Не астономические его открытия и работа и не выдержка его в течение нескольких лет тяжелой одиночки, где он зимой замерзал, а только то, что однажды, не имея сам ничего, он разломил свою заветную тюремную пайку хлеба и дал половину голодному и совсем ему незнакомому человеку. Могу сказать, что бесхитерственная приязнь служит и в наше время единственным языком, понятным для всех. Из книги «Путь отцов». Монастырь в миру есть борьба со своим обмерщением. Монастырь в миру есть то, чтобы, спускаясь в тоннель метро, помнить недреманное око. Он есть память, любовь Божия, незаглушаемая этим шумом. Он есть сокровенная духовная жизнь. В редких периодах на воле Сергей приютил подпольных священнослужителей и дети помнили тайные богослужения, которые отправлялись у них дома. Мария Сергеевна Жолновакова «Воспоминания о матери». Я стояла в детстве на молитве в крошечной комнатке, где шла служба шепотом. Окна были наглухо закрыты, огонек едва мерцал. Служба исполнялась почти по памяти, да еще бы. Служил архимандрит и романах отец Серафим Витюков. Пели выгнанные из монастырей Иннокене, а среди них наши родители и няня Иннокене Матрона. Иногда увлекались и начинали петь уже в полголоса. Очень красиво пели. А потом кто-то спохватывался и останавливал остальных. И потом опять шепот. Время от времени кто-нибудь подходил к выходной двери и прислушивался. Затем вернувшись подавал знак, что все спокойно и служба продолжалась. Как-то раз весной в Сергеевом, когда я училась в пятом классе, у нас совсем кончились все запасы и деньги. Все сразу. Мама уже тогда устала бороться с ежедневной нуждой, ее силы были подорваны. В этот день первый и последний раз в жизни я видела на ее лице что-то вроде отчаяния. Я отправилась в школу. Помню, что снег уже стаял, но земля еще была срая. Перепрыгивая через очередную лужу, я ступилась в грязь, и нога моя наткнулась на что-то твердое и круглое. Я взяла палочку и вытащила этот предмет. Мы стали обчищать с него землю, и вот ярко блеснул серебристый металл. Ой, закричали мои подружки, серебро, серебро, смотри, что ты нашла, давай посмотрим. Но я была девочка хитрая и спрятав свою находку в портфельце, торопилась скорее домой. А вдруг это правда серебро? Вдруг моя находка разрешит ее печаль? Такая мысль все время витала надо мной, пока я бежала домой. Мама, мама, посмотри, что я нашла, говорят, это серебро, посмотри, скорее, закричала я, врываясь в комнату. Мама с интересом начала рассматривать предмет. Его обмыли, обчистили и вытерли. Это был металлический конусовидный предмет в виде воронки, суживающийся в одном конце в маленькое отверстие. Это отверстие было опромлено каким-то выступом. На поверхности воронки был изображен ангел, который держал свиток с надписью. Знаешь, что ты нашла, спросила у меня оживленная мама. Знаешь, что это? Это рожок. Из таких рожков в старину кормили крупных детей, вернее, прикармливали вместо современной бутылочки соской. А соска прикреплялась у них вот сюда, к узкому концу. Поэтому тут валик. Она привязывалась, видимо. А он серебряный? Меня больше всего волновал этот вопрос. Но мама оставалась верна себе. Ее совершенно не волновало серебряный он или золотой. Она оживилась, порозовела, и глаза ее блестели. Ты читай, читай, говорила она, притягивая мне рожок. Читай, что тут написано. На свитке, который держал ангел, явственно можно было прочесть высеченной на металле крупными неровными славянскими буквами следующие слова. Бог милует и питает младенца своя. Вот и все, сказала мама. И не приставай, серебряный он или нет. Это не имеет никакого значения. Господи, сказала она, а я-то унываю. Не пропадем, вот и ответ на мои мысли. Ты пошла и принесла мне ответ, письмо, которое держит ангел. Сколько лет пролежал он там под землей где-то, потому что он очень старинный. Это очевидно. Сколько лет? Сколько лет пролежал и попал в руки? К тебе в руки? В какое время? Она радовалась, удивлялась и покачивала головой. Вопрос о серебре был закрыт. Я не посмела больше его поднимать, хотя мне это очень хотелось. Рожок долго хранился у нас в семье и хранится сейчас. А вот мама относилась к чудесам по-своему. Она считала чудо не чудом, а исключением из правил. Наоборот, она относилась к чудесам так, что относятся, как люди относятся к перемене погоды. Если выглядит солнышко в пасмурный день, они рады. Вот и мама радовалась чуду, как появлению солнечного луча во мраке из тучи. Что там за тучами солнца, она никогда не сомневалась. Ее вера была простой и понятной. Ну, вот это тот мир, в котором они жили. И вы услышали несколько кусочков, по которым можно составить представление вот об этой потаенной жизни церковных людей того времени. Кто-то, не помню, назвал Сергея Фуделя самым сокровенным духовным писателем XX века. Я думаю, вы могли ощутить и то, что он и в письмах, и в произведениях своих, предназначенных для читателей был абсолютно чужд всякой патетики. Это какой-то был предельно искренний доверительный голос человека, которому хочется верить. И последний наш раздел это будет как раз о тайне церкви. Не буду комментировать, потом будем об этом говорить. Из воспоминаний Обман действовал всегда, но более крепкие люди, противодействуя ему, всегда искали и всегда находили истинную церковь, шли в глухие монастыри и леса, к старцам и к юродивым, к Амросию Оптинскому или Иоанну Кронштадтскому, к людям не только правильной веры, но и праведной жизни. Они-то и есть истинная церковь, живущая и в городах, и в пустынях, а всякое зло людей, только причисляющих себя к ней, есть, как говорил отец Валентин Свинцитский, зло или грех не церкви, а против церкви. Но здесь есть один секрет. Для того, чтобы видеть в истории и хранить в себе, как непорочную святыню, истинную церковь, неодолимую и от тех врагов ее, которые внутри ее исторических стен, нужна не только любовь к ней, но и всецелое покаяние в себе, в себе самом, в том числе и в этом самом грехе древнего фарисейства, неверия и нелюбви. Только тогда яд двойника церкви перестает действовать, так как церковь есть неодолимость любви при постоянстве покаяния. Письмо Владимиру Врабьеву 21 февраля 1971 года. Покров. Церковь это не умный расчет о чистых и нечистых, о верных и неверных, об обмерщенных и не об обмерщенных, а церковь это всегда только стояние у креста. А как известно, у креста также стояли воины, подносившие отцет смешанной с желчью и ругающиеся евреи. Вот так и надо стоять. Стоять в слезах, все видя и как бы ничего не видя, кроме Христа. Из воспоминаний. Даже самый благообразный и правоверный нелюбви нет места в святом бытии церкви, писал Фудель, вспоминая молодого и иконописного по внешнему облику архиерея, который спокойно заявил своему сокамернику, обрусевшему немцу-лютеранину. Поскольку вы не в церкви, вы не христианин, вы для меня тоже, что язычник. Существует только одна единственная церковь, православная церковь, продолжал Сергей Фудель, пересказывая Хомякова. Но ее незримые связи с христианами Запада, в частности с лютеранами, нам непостижимы. А они действительно существуют, и мы знаем, что на Западе есть христиане, гораздо более находящиеся в церкви, чем многие из нас. Этапная камера бутырок задыхалась от людей. Совсем еще темное утро 25 декабря 1946 года. Вот вижу на противоположном конце камеры у окна стоит во весь рост точно на трибуне высокая фигура молодого литуранина с молитвенно сложенными руками. Слезать на пол нельзя, везде спящие тела, кругом тишина и храп. Он стоит долго, неподвижно со сложенными руками, глядя на замороженное окно. Там за окном где-то в темноте пространства 25 декабря, Рождество, там его литуранское детство, и где-то там детство Иисуса Христа, в Вифлееме иудейском водни царя Ирода. Что до того, что прошли века, что все больше людей его забывают, этот человек на нарах не только помнит его, он видит его. Как сказал Пастернак о Рождестве, он спал весь сияющих в яслях из дуба, как месяца луч в углублении дупла. я не буду пытаться пересказать основные черты богословия Сергея Фуделя, его понимания церкви, тайны церкви. Он, в общем, попытки изъяснить эту тайну посвятил свою жизнь. Церковь для него была безмерно дорогое вселенское дружество учеников Христа, и он говорил, я не понимаю, как можно любить учителя и не любить, не чувствовать связи с его учениками. Это невозможно. Это вселенская дружба, это тайна преодоления одиночества, это тайна стояния у креста совместного. И как это мирится с тем, что мы наблюдаем порой в эмпирическом бытии церкви, у него была мысль, которая ему досталась от отца Валентина Свинцитского, а и была ему слышана в камере Бутырской тюрьмы, что всякий грех в церкви не есть грех церкви, но грех против церкви. И вот эту мысль, эту, как он писал, благодатную формулу, он носил в своей памяти и в своем сердце. И надо сказать, что ему были очень чуждые и совершенно неприемлемы для него возникшие уже при его жизни на западе идеи, что церковь должна за что-то покаяться, за какие-то неправды, которые были в ее истории. И на самом деле, вот ему казалось, он в последние годы своей жизни, благодаря работе, внештатной его работе с переводами и сочинением даже каких-то текстов для редакции журнала Московской Патриархии и возникшего уже тогда издательского отдела Московской Патриархии, где его друзьями были Ведерников, а потом Евгений Александрович Карманов, который заказывали ему перевод. Он перевел, кстати говоря, он перевел сумму теологии Фомы Аквинского для издательства Московской Патриархии. Она, конечно, никогда не была напечатана. Ее никто и не собирался печатать, разумеется. Да и было ли это возможно в Советском Союзе? Конечно, нет. Но они имели ввиду, что надо не очень многочисленные в то время церковные интеллигенции давать не умереть с голоду и надо занимать чем-нибудь и ставить это на полку потом, может быть, пригодится. Вдруг придет такое время, когда все это можно будет напечатать. Вот когда можно будет, а у нас уже полно переводов есть. И вот таким образом он перевел Фому Аквинского. Он изнемогал от этой работы. Вообще философия, теология томизма была ему совершенно чужой. Он считал, что это духовная пустыня. И Фому вообще обвинял даже в садизме и говорил, что это по поводу тезиса о том, что святые на небе будут иметь удовольствие в наказании нечестивых грешников. Но вместе с тем вдруг он выписывал к себе такую тетрадку, что и в пустыне вдруг есть живое слово. И он что-то находил тоже и у Фомы, что трогало его сердце и радовался этому. Теперь, ну, в общем, он был такой очень традиционный православный человек. И всякие проявления так называемого экуминизма вызывали у него ощущение какой-то подмены и предательства. Он написал статью «Православие и экуминизм», в которой он в очень негативных выражениях отзывается о Всемирном Совете Церквей и о процессе такого сближения с протестантами, считая, что он приводит к какому-то размыванию представления о Церкви. А Церкви, в которой он был совершенно уверен, она одна, но что чрезвычайно характерно. Он писал, что Церковь, конечно, одна единственная, и это, конечно, Церковь православная, но дальше вот вы только что слышали, через строчку он писал, что на Западе есть множество, как он выражался, множество на Западе есть христиане, гораздо более находящиеся в Церкви, чем многие из нас. И он писал очень трогательно девушках, католичках литовских, которые приходили в церковь в Большом Луе, где он находился в ссылке, он писал вот здесь, вот сейчас, вот на этих лавочках, когда мы ожидали, когда откроются двери церкви, там в полной тишине, без всяких лишних слов совершалось единение церквей, и что так же это будет в конце времен. У него было такое тоже, у него была большая эсхатологическая устремленность вообще Сергея Фуделя. Он хорошо зная святоотеческое наследие, будучи хорошо знакомым с историей церкви, он был убеждён, что вот пришёл конец константиновской эпохи, и что теперь происходит? Теперь христианство возвращается к своим истокам, оно возвращается к апостольским временам, оно неизбежно должно было вернуться по его убеждению к своей первоначальной простоте, и вот таким образом круг-то и замкнётся, и тогда настанет второе пришествие. Это была его глубокая убеждённость, была его вера, и в отношении восстановления единства церкви, ну, я думаю, что он был, в общем, последователь той концепции, которая изложена в краткой повести об антихристе Владимира Сергеевича Соловьёва, и вот думал, что на самом деле, да, так вот оно всё и будет. Спасибо. Я думаю, что то, что вы нам сказали, то, что тоже благодаря чтению наших молодых актёров, это была на самом деле очень глубокая возможность просто христианского общения с Сергеем Фудемым. Я хочу ещё попросить отца Дмитрия рассказать, может быть, в двух словах, как сегодня поддерживается память Сергея Иосифовича. Вы садитесь. Я не буду садиться, я очень как делаю. Я священник Владимирской метрополии и уже лет 20 скоро, да, служу в районе Покрова, и в самом Покрове, и рядом с ним. Память Сергея Иосифовича Фуделя соповождала меня, можно сказать, всю почти христианскую жизнь. Первый раз я прочёл его работу у стен церкви ещё в середине 80-х годов сам издатель, как отец Николай сказал, передал мне её тоже знакомый, который его лично очень хорошо знал, и об этом, наверное, знакомстве сейчас будет небольшое интервью показано. Вот фотографии Фуделя я видел во Владимире, епархии тогда ещё Владимирской, в разных совершенно ситуациях. Потом, когда ситуация стала уже более такой современной, в Покрове имя Сергея Иосифовича Фуделя стало значимым, отчасти это благодаря конференциям, которые проходят в филиале Московского педагогического государственного университета. Уже восемь, по-моему, или восемь конференций состоялось ежегодных. До того были редкие, там недалеко служил такой отец Георгий Горбачук в селе Леонова. Он лично знал хорошо Сергея Иосифовича Фуделя, поскольку это село совсем рядом с Покровом, где находился в село уже последние годы, Сергей Иосифович. Он был потом ректором семинарию Владимирской, посвятил свою работу как раз кандидатскую трудам Сергея Иосифовича и, естественно, что очень много делал для того, чтобы его имя было известно и среди студентов и в целом церковной среде. Там же, но я не буду сейчас все перечислять, могу сказать, наверное, то, что одна из улиц города Покрова сейчас носит имя Сергея Иосифовича Фуделя. Есть небольшой музей, который трудами директора вот этого Покровского филиала был построен, там Джованна даже принимала дубла и приводила туда итальянских паломников несколько лет назад. Сейчас выкуплен дом, в котором жил Сергей Иосифович и, видимо, там будет устроен какой-то памятный музей, пока это все находится в таком состоянии еще не устроенном. Ну, что еще можно сказать? Наверное, да, еще нужно сказать, что останки, он был похоронен на очень красивом кладбище, в таком сосновом бару, но несколько лет назад его останки были принесены в Покровский храм. Ну, то есть не сам храм, а находится рядом с ним там возле алтаря, где он, собственно, долгое время служил алтарником. Ну, надо, правда, сказать, что он служил в таком духовном одиночестве. У него был один близкий человек относительно такой отец Андрей Каменяка, но эти связи не были глубокими, насколько мне известно. О том, как это все происходило, можно увидеть в этом, наверное, интервью, в котором, я понимаю, мы планировали закончить этот вечер. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Я помню, отец Николай, во время, после, скажем, одной конференции о Фуделе, которая была во Владимире, на обратном пути у меня просто было счастье быть с вами, с отцом Владимиром Воробьевым в одном микроавтобусе. И поэтому я помню, что мы остановились, когда еще Сергей Осип был похоронен на кладбище, и вы служили в литью. Точно. Это был март месяц, я помню, снег, темно уже, и вот эти свечечки, и вы с отцом Владимиром служили, это было очень видно, что для вас это было личное общение, личная встреча. И меня остается как память. Да, и мы тогда даже были с вами в домике Владимиром Афанасии, кажется, да? и пили там чай у него за столом. Да, это я помню. Хорошо. Тогда, если нам удастся, Данил, попробуем показать в заключение короткий фильм и Дело в том, что мне, конечно, очень повезло в том, что я, так сказать, вырос в атмосфере катакомбной церкви, и брат, конечно, пошел служить Господу, зная, что вот эти люди, которые нас окружали, это были самые лучшие люди. Я хорошо помню, так сказать, Сергей очень бывал на Серпуховке с Вер Максимовной, что это было. Моя мама и тетя, они поддерживали с Вер Максимовной такие хорошие теплые связи. Вот, и, честно говоря, значит, Сергей приезжал к нам домой, это были очень редкие случаи. Ну, дело в том, что вообще как-то собираться на квартирах, в которых было еще там три семьи жильцов, это всегда все было опасно, и шкафчик с иконами сразу закрывался, если кто-то. Потом, по-моему, в 46-м году, что ли, Марью Витальевну посадили, и Сергею тоже, по-моему, посадили именно в эти годы. То есть, но именно тогда приезжала Вера Максимовна, потому что было, ну, так сказать, ну, мама считала, что необходимость ей помочь именно вот с дочкой такой, она еще была юной, да, это, так сказать, было святое дело, потому что в это время Сергею очень, это, я говорю, это было сразу после, там, ну, мне было 10 лет, 12, я же это помню приблизительно, у нас где-то сохранились фотографии, так сказать, там мне было так, вот, лет 10, наверное, да. Сергея Иванович, поскольку мы хорошо знали его сложную судьбу, что он чуть ли не первый раз, в 22-м году его арестовали, он опять сидел, потом и в лагере был, и потом опять ссылка, вот, и то, что он, так сказать, был замкнутым, это для меня осталось, но все равно его такое светлое лицо, такое уже, хотя он был, вроде бы, так сказать, не такой старый, морщинистый, потому что он прошел такие сложные вот эти вот лагеря и ссылки, конечно, это не улучшает здоровье человека, это мы прекрасно все это понимали и воспринимали его как настоящего мученика, который за веру сидел больше ни за что. Привезли продукты, он открыл холодильник, пусто, ничего, просто пустой холодильник. он очень сдержанно как-то говорил, не пытался дополнить свои книги, вот он совершенно был тихий, тихий, тихий человек. Второй момент, он был очень сильно нездоров, здоровье было, конечно, подорвано принципиально, и вообще он тяжело переносил жизнь и болезни свои, и этническое положение, и это тоже накладывало отпечаток на его личность, на общение, на его слово, вот такой страдающий человек, я бы сказал, вот у него страдание как-то больше был, отпечаток значительный, признаться, даже почти не помню его улыбающийся, смеющийся. Мама всегда, может быть, она понимала, что он очень пострадал, и поэтому, может быть, она относилась к его такой не очень высокую коммуникабельность, именно потому, что вот он столько перенес, пережил такого. Ну и потом, понимаете, оглядываясь, даже наше поколение, когда оглядывается и понимает, что пережили те люди, понимаете, это фантастически на самом деле. Мы стали ходить, ходить, мы стали совершенно как бы, опять же, ученый, не знаю, к необъеденным. И там был, ну и мы шли рядом просто, но... Мы обратили внимание, что высокий, красивый, худой нам тогда оказался стариком, не знаю, сколько он там лет был, с которым мы как бы переглядывались. Потом он сам к нам подошел и заговорил судьбой. Конечно, его и в день интересовал. Они заговорили и очень быстро друг друга поняли в отношении сидения. После этого мы стали уже останавливаться, разговорились, и каждый раз, когда он был, он говорил, что-нибудь необыкновенно много интересного для нас. В духовном плане это были совершенно дикие. Его биография личная, Сергея Ильича, она исключительная. Он, как говорится, сын такого отца, человека праведной жизни. И общение, вот это общение с интеллигенцией церковной, а потом общение со святыми просто исповедниками, новомученками, он же подарил мне поменник его отца, где упоминаются о здравии те, кого мы сейчас читаем в святцах. Есть какие-то личные воспоминания. Его венчал с женой владыка Фаласи Сахаров. Но что говорить? Херафим Катюгов, его был духовный отец. Он находил самое большое вдохновение духовное и душевное в храме. То, что он был чтецом, это для него была возможность выхода и компенсации всех этих проблем духовных, душевных, физических, всех, телесных. И в этот прекрасный день он к нам подошел и сказал, а не хотели ли бы вы отслужить со мной всенощную? У меня есть замечательный знакомый священник. У него такая вышла история. В общем, он сейчас находится временно за штатом. У него больные ноги, но на дому он служит. Он будет очень рад, если вы нам поможете. Ну и мы, конечно, побежали. Это был такой отец Николай Педошенко. Вы, наверное, нам служили. служили. И значит, так. И там он в таком положении. Ну и мы начали служить. И Сергеевич подал мне книгу и сказал, читайте. Еще раза два назвал вместе туда. Сергеевич всегда очень неожиданно абсолютно глядя в другую сторону. Секретность была на высоком уровне. Но мы совершенно ничего о нем не знали. Мы даже узнали, где он живет. Я вообще не знала, кто это. Вы понимаете? Я узнала, с кем мы были знакомы, только когда вышла его первая книжка, и я увидела фотографию. Вот эта фраза, что церковь есть преодоление одиночества, она была и в некотором смысле фактом, который он ощущал реально. И в то же время немножко пожеланием скорее. И увидел реальность этой жизни, что церковь уже не та, что в 30-е годы, это уже не церковь исповедников и учеников, что она вполне вписалась в поворот. И хотя ничто не предвещало в 91-го года, ворота от мем законодательства, открытие храмов, ничего этого не было, и он на это не рассчитывал. Но он больше смотрел вперед, вот совсем вперед. И в этом смысле он видел в церкви в церковь, эти ростки будущие, но в то же время никогда не считал, что это будет тотальный размах, подъем в церкви, возрождение. Нет, он говорил, что нет, маленькие христианские общины, окруженные миллионами неверующих. Вот это он видел, грядущее христианство. Но эти общины будут настоящими первохристианскими по духу. Вот это было его упование, его упование, скажем так. первохристианство для него, конечно, не возвращение в первые века, а первохристианство это общение, чистота, это вот близость к Христу, вот что. И он вот личность Спасителя очень как-то воспринимал глубоко и страшно страдал от того, что, как он считал, Христос уходит из церкви и как икона, и как некоторая реальность. И что нужно искать Христа, нужно искать его общение, его. Мне кажется, что сейчас в современности его работы не изданы. Они как-то очень академизировались в современном восприятии. Вот эти вот самые знатовские отдельные брошюрки, которые шли на ура, читались действительно с восторгом. Вот боюсь, что это время уже как-то немножко прошло. И сейчас совсем не хотелось бы очередной гробнице пророку, что так сказать, его будут как-то произносить, говорить о нем, о нем, о нем, и совершенно не читать книг, которые способны вдохновить современного человека. Вот обсуждать, ну как-то они питательны, они духовных ритм, можно читать и понимать. и одновременно насколько можно понимать и его личность. Все-таки нельзя, чтобы его личность пропала за этими книгами. Потом уже в другое время слово весело кое-что. Тем более хорошая книга. Спасибо. Спасибо всем и спасибо. Спасибо.